Дорогие друзья, зрители и гости Агрофирмы Поиск, здравствуйте! Сегодня у нас с вами очень интересная тема. Это а что же посеять в конце января, начале февраля. Да, посевная в самом разгаре и, конечно же, мы уже полным ходом готовимся ко многим цветочным культурам. И не только. Ранее мы уже вам показали и рассказали, как посеять семена эустомы, какие могут быть ошибки, связанные с этим. Также мы сеяли пиларгонию и, конечно же, глоксинию, бегонию. А сейчас наступила пора тех цветочных культур, которые не такие длительные по своему развитию. И, в принципе, можно их посеять, чтобы получить хорошую сформированную рассаду, цветущую к тому времени, когда ее нужно будет высаживать. И речь пойдет, дорогие друзья, не о петуне. Петунию сеять очень-очень рано. Если, конечно, вы не планируете ее черенковать. Если черенковать, да, конец января, начало февраля это самое оптимальное время и пора для посева этого растения. Но если вы планируете просто посеять и получить вот такую красивую рассаду, как сейчас в кадре, то с этими посевами спешить не стоит. О том, как сеять петунию, естественно, мы расскажем вам в следующих выпусках. А сейчас мы поговорим с вами о посевах таких цветочных культур, как дельфиню, гвоздика, лабелия и, конечно же, виола крупноцветковая. Есть информация, часто блуждающая в интернете, о том, что виолу нужно сеять рано. И многие, может быть, даже уже из вас, посеяли виолу в начале января. Вот это является небольшой ошибкой. Виолу оптимальнее всего сеять это конец января, начало февраля. Опять еще нужно учитывать и такой момент, а когда вы будете ей любоваться. Ведь в некоторых случаях большинство садоводов, цветоводов и огородников на свои участки заходят и начинают работать только в середине мая. Дорогие друзья, вот если у вас поздние, скажем так, начинаются посевные, поздние начинаются работы на участке, то с этим цветком спешить не стоит. Ведь вегетация и рост у виолы обычно занимает два месяца от момента посева семян до первого цветения. Но и вегетация и рост, поскольку интенсивное и цветение интенсивное, оно приходит в негодность уже к середине лета. То есть эстетичность и колористичность виолы пропадает при очень ранних посевах. Растение двулетнее, то есть оно у вас выросло и на следующий год также из того места, где оно было, будет продолжаться вегетация. Плюс оно прекрасно рассевается самосевом, ну в коробочке вот так вот, знаете, лопаются и семена потом появляются у нас в непредвиденных местах. И вот вы знаете, я вот вам бы порекомендовал, особенно если вы пользуетесь мощными фитолампами, если вы поздно приходите на свой участок, виолу можно высаживать очень рано. Виола это один из самых первых цветков, которые можно высаживать в открытом грунте. Она не боится заморозков, поэтому и считается, что посеяли рано и высадили рано. Но как показывает практика по средней полосе и уж тем более по северным регионам, то в середине апреля редко, когда мы можем с вами войти на участок. Либо еще сыро, либо неблагоприятная погода. И высадить такое растение нам не удается. Можно, конечно же, перенести такие растения в теплицу, и они дождутся своего часа и так далее. Но многие, конечно, дачники все-таки выходного дня и приезжают на свои участки только вот как раз к майским праздникам. Поэтому, друзья мои, если вы хотите посеять виолу, при этом вы будете поздно на вашем участке, то в этом случае моя вам рекомендация это посеять ее в середине-конце февраля. И тогда как раз она у вас будет в пике активности и естественно в цветущем состоянии вот к этому времени, к началу майских праздников. Часто мы с вами можем видеть покупную рассаду, то есть то, что продается там на рынках, в садовых центрах. Так вот, выращивается рассада виолы в том виде, в котором мы ее с вами видим, вот в этих маленьких горшочках. Посемная производится в типичных комбинатах, обычно в начале, в середине марта. И к тому периоду, когда мы с вами видим ее непосредственно в садовых центрах, то она за 45 дней достигает вот этой вот красоты. Так что, если вы, конечно, хотите посеять пораньше, то посейте, но я бы вам не рекомендовал спешить с этими посевами. Я же буду сегодня сеять, да, потому что я переношу свою рассаду в начале апреля в теплицу, поэтому мне место позволяет и вегетация развития и рост тоже, в принципе, позволяет потом и рано высадить ее на участке. Но, естественно, я прекрасно понимаю, что в середине июля от этой виолы у меня уже ничего красивого не останется. А если вы хотите пробить эту красоту, то, соответственно, если вы посеете ее попозже, то и она у вас потеряет свой вид ближе к августу. То есть даже в середине обычно в августе. Следующий цветок – это, конечно же, гвоздика. Разновидностей гвоздики очень много, тоже считается в большинстве случаев двухлетним растением. В некоторых случаях однолетним растением. Почему? Потому что бывает, что просто не перезимовывает, особенно если у нас северный с вами такой регион, малоснежные зимы, не перезимовывает. Поэтому часто пишут на пакетиках как однолетнее растение, но в большинстве случаев двухлетнее растение. Гвоздика, она медленно растущая. Например, виола у нас быстро растет, а гвоздика медленно растущая. Поэтому ее как раз рекомендуется сажать, сеять непосредственно в феврале. Далее, дельфиниумы. Дельфиниумы – это интересная история. Это многолетник, но растет долго, а точнее прорастает долго. В некоторых случаях нуждается в стратификации. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на эти семена дельфиниума. Это немецкая селекция. Вот так вот сейчас покрупнее даже покажу, чтобы вы могли прочитать. Это немецкая селекция, которая не нуждается в стратификации. Вот как показывает практика, что посеяв семена дельфиниума из этих пакетиков, вы не должны будете ее высылать в холодильник, в морозильник, еще куда-то. Просто, быстро и с результатом. Дельфиниум – многолетнее растение. Один раз посеяли, и всю жизнь будете радоваться. Морозов не боится. И почему мы еще сеем сейчас лобилию? Лобилия растет тоже медленно. И еще можно также и черенковать и так далее. Семена мелкие, прорастают недолго, за 5-7 дней, но сеянцы развиваются не так быстро, не так интенсивно, как бы нам хотелось. Плюс пикировка, плюс перевалка, плюс то, плюс все. Еще и черенковать, естественно, можно. Поэтому оптимальный срок посева лобилия как раз-таки февраль месяц. Как сеять, дорогие друзья? Как сеять? Вот я бы рекомендовал все эти семена сеять на торфяные таблетки, не в общей площади. Так вы точно увидите проростки, так вы точно увидите, что у вас вообще получается по схожести семян и так далее. И так удобнее потом будет пересаживать. Но если когда вы будете пересаживать, то я вам рекомендую снимать вот эту вот торфяную, вот эту вот синтетическую оболочку и сажать без нее. Растения будут развиваться, конечно же, гораздо, гораздо лучше. Как производить посев семян? Ну, виолу немножко нужно заглублять. Даже если вы почитаете по агротехнике, то здесь конкретно написано, что семена высевают в рассадные ящики и слегка присыпают землю. Вот когда вы видите такую надпись и слегка присыпают землей, это говорит о том, что заделка семян должна быть не глубже 0,3, максимум 0,5 сантиметра. Что касаемо дельфинюма, то же самое, то же самое. И те же самые параметры по заделке семян 0,3-0,5 сантиметра. Длительные они по прорастанию 20-30 дней у вас может уйти на появление этих самых сеянцев. По гвоздике те же самые характеристики, дорогие друзья, по заделке семян. Прорастает, конечно, побыстрее 7-14 дней. Про виолу, кстати, вы не сказал, прорастает 10-15 дней. Лабелий 5-7 дней, поверхностным путем сеется, потому что семена дрожируемые. У меня уже торфо-таблетки подготовлены, поэтому я что делаю? Я просто беру по обыкновению, достаю пакетик с семенами, вот здесь вот такие прям хорошие семена, в каждой пачке по 10 семян. И при помощи шпажки, либо зубочистки, прям беру и в торфяную таблетку такие семена я погружаю. То есть я прям беру, немножко туда утапливаю и сверху присыпаю. Все, посев очень быстрый, прям, можно сказать, моментальный. Главное, не заглубить слишком-слишком глубоко. То есть старайтесь, чтобы семечку было видно, а дальше слегка присыпали. Далее, дорогие друзья, семена лобелия. Я посею. Лобелия, прямостоячие, ривьер блю айс. Вот такую я буду сеять. В пакетике колбочка. Все выглядит точно так же, как будто мы с вами сеем либо эустоны, либо петунии. В упаковочке 10 семян, здесь 10 дрожи. Все как надо. И так же прям берем и погружаем. Но здесь поверхностным способом. Ну а теперь семена дюльфиниума посеем. То же самое. Дюльфиниум высокий. Magic Fontains Lavender White Bee. Вот такое вот интересное, большое, длинное название. Будем сейчас производить к посеву. Таблетки у нас хорошо увлажнены. Нужно ли еще обрызгивать? Нет, дорогие друзья. Данные семена не нужно больше еще дополнительно смачивать. Излишняя сырость приведет к тому, что просто наши семена не прорастут. Достаточно просто закрыть крышкой и убрать пока что в темное место. И через три дня уже можно будет выставить на свет. Ведь самыми первыми прорастут у нас лобелии. Затем гвоздика. Потом пиола. И самыми последними, конечно же, дельфиниумы. Вот в принципе и все, дорогие друзья. Что по такому способу посеву. Но вы скажете и спросите, скорее всего, меня, а как еще можно посеять все эти цветы. Можно использовать готовые парнички-теплички. Можно использовать какие-то другие подручные средства. В любом случае, что парнички-теплички, что подручные средства. Необходимо заполнить почвой. Мы с вами берем грунт. Легкий, воздухо-влагопроницаемый. У меня в данном случае верховой нейтральный торф. Распределяем по поверхности. Уплотняем слегка. Увлажняем из запрыскивателя. И на увлажненную почву распределяем семена. Как будет удобно. Хотите шпажкой, хотите зубочисткой. Если, например, семена дельфиниумы сеять, они крупные, можно просто руками разложить. Семена гвоздики можно вот так просто посыпать. Здесь, как вам будет нравиться. Главное, чтобы вам потом было в дальнейшем удобно пикировать ваши сеянцы. И дальше, когда вы распределили семена, еще разок можно опрыскать. А потом слегка присыпать все это слоем 0,3, максимум 0,5 сантиметра почвой. После того, как вы это сделали, это произвели, закрывается пакетиком для создания парникового эффекта. Либо, если у нас с вами парничок тепличка крыжечкой. И все. И ждем прорастания семян. Ну а далее у нас уже с вами вторая стадия. Это когда появятся 2-3 настоящих листочка. Когда растения будут транспортабельными. Потому что нам их нужно будет с одного места пересадить в другое место. Так еще и объем этого места тоже нужно будет учитывать. Естественно, дорогие друзья, сегодня мы разобрали в принципе основные тонкости и нюансы по таким семенам, как лабелия, например, воздики, виолокрупноцветковые и дельфиниумы. В принципе, показал, в принципе, рассказал. Не стал особо углубляться и прям в тонкостях и в нюансах. Думаю, что по предыдущим нашим сюжетам уже у вас вопросов, как сеять, быть не должно. А вот как пикировать, как рассаживать и как в дальнейшем ухаживать, я думаю, вопросы у вас есть. Поэтому, дорогие мои, не переключайтесь, оставайтесь с нами с Агрофермой Поиск. И мы вам обязательно в следующих выпусках расскажем и покажем историю дальнейшего развития с этими сеянцами. Как мы будем их пикировать и как в дальнейшем будем за ними ухаживать. На этом наш сюжет подошел к концу. Надеюсь, для вас он был интересным и полезным. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. А также, возможно, у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать в комментариях под этим видео. И мы с удовольствием на них ответим. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока.